Поэтому вместе с Машей мы будем выполнять это наказание вдвоем. Будем тонуть на этом корабле вместе. Всем привет, с вами Маша и Юля, и сегодня у нас снова обзор на жидкости. В прошлый раз мы пробовали жидкости по отдельности, и нам это очень понравилось. Поэтому в этот раз мы решили все повторить. Сегодня мы будем пробовать линейку Фрост. Она состоит из четырех вкусов. И обязательно досматривайте это видео до конца, потому что мы любим делиться, и в конце, как всегда, разыграем четыре комплекта данной жидкости. Собственно, вот эти красивые бутылочки, которые к нам пришли. Как видите, здесь четыре вкуса, и каждая бутылочка имеет свое собственное оформление. Например, здесь нарисованы какие-то апельсинчики и лимончики, мороженое, предполагаю, черная смородина, яблоко в карамели и мед с лимончиком. Жидкость поставляется вот в таких вот бутылочках, 120 мл, оригинальная горилла, и не устану повторять о печаль беде с тем, что жидкость иногда капает мимо дрипки. Ну и теперь осталось рассмотреть информацию, которую мы можем найти на упаковке. Это указание крепости, в нашем случае 0 мг. Далее соотношение глицерина и пропиленгликоля 70 на 30. Объем, дата производства, информация о составе и производителе, логотип и вкус. Очень сложно сказать, что это такое. Явственно чувствую ментол, и вот что-то за ним скрывается. Я не понимаю, что это. У меня на каймане это слишком вкусно. Чтобы понять, что это такое. Что-то кисленькое, как в мармеладках. Я помню, я такой самозамес когда-то давным-давно делала. Я помню отлично, что это за вкус, что за аромка. Кулер определенно тут есть. А вот что еще с кулером? Давай я почему-то угадать не могу. Яблочные конфетки, вот такой ароматизатор, как в леденцах, допустим, в мармеладках. Так что вот что-то такое. Конфетно-яблочно-ментолово. На руку капни. Не, ну если пробовать на вкус, то это определенное яблоко. Как будто с чем-то еще. С кулером и... Ну не знаю, я чувствую клубнику, но возможно она была здесь до этого залита. В общем, я считаю, что это яблоко и ментол. Пусть это будет кулер, даже не кулера. Нет, пусть это будет кулер все-таки. Кулер, яблоко, клубника. О, я очень... Вот это что-то из того, что я не очень люблю. Ну тут определенно есть смородина черная и, наверное, опять же кулер. Хотя в этот раз он как-то плорезче. Может, в прошлой жидкости был не кулер. Чем-то похоже на Максуал Салтай. Я чувствую какую-то ягоду и тот же такой ментол. Не скажу, что мне очень нравится этот ментол, но... Не знаю, я снова чувствую клубнику. Но возможно она опять же была у меня, поэтому опять называть клубнику будет странно. Но я ее все-таки назову. В общем, я чувствую здесь ягоду, несомненно. Так как мне это чем-то напомнило Алтай, я могу сделать логический вывод, что это смородина. Так что я скажу, что это смородинка с ментолом. Скорее всего, это кулер, клубника, смородина, как я назвала в первый раз. И может быть что-то еще, но этого я не чувствую. Здесь очень долго гадать не приходится, поскольку этот вкус всегда очень просто угадывается. Я чувствую здесь апельсин, такой прям апельсин. Это определенно что-то цитрусовое. Мне напоминает сок бодрый микс от Доброго. Но все равно вот помимо этого карамельного вкуса присутствует какая-то легкая горечь. Так что может быть здесь есть какой-то лимон или грейпфрут, но грейпфрут вряд ли. Так что апельсин, ментол и какой-то еще горький цитрус. Он, кстати, отлично с отверткой идет, поэтому я знаю его вкус. Это на слышке. А там у нас, по-моему, лайм, лимон, апельсин и что-то еще. По-моему, там грейпфрут, но здесь горчинки я не чувствую. В общем, либо лимон, либо лайм, либо грейпфрут. Что-то такое. Так что в целом я здесь чувствую ментол, апельсин и вот что-то либо лимон, либо лайм. Может быть и то, и то. Лайм, лимон, апельсин, ну и опять же кулер, потому что линейка шосс. Что-то странное. Это очень необычный вкус. Такое ощущение, что там есть имбирь. Но это очень вряд ли. Как-то очень слабо похоже. О, пахнет как леденцы холлс. Не знаю, на вкус. Ну и на вкус как леденцы холлс, в принципе. Как бы я подумала, что лимон остался с прошлого раза, но вроде как лимон здесь немного другой. Чувствуется мед. Ну или что-то. Ну я не знаю, что может быть похуже на мед. Лимон чувствуется. Ну если это, конечно, не остатки из предыдущей жидкости. Снова носову лимон. Опять же тут есть холодок, но его не так много, по-моему, как в прошлых жидкостях. Ну и что в холлсе? Может просто холлс назвать? То есть я считаю, что здесь мед, лимон и, ну, скорее всего, есть какой-то кулер на заднем плане, но его я особо не чувствую. Лимон, мед, холодок. Мой вердикт такой. Давай узнаем результаты. Так, cold apple, кисло-сладкое яблоко и ментол. Юля говорит яблоко и ментол, я говорю это яблоко, кулер и клубника, так что мне минус. Второе, ice currant, смородина, клубника, ментол. Смородина, ментол, а я говорю кулер, клубника, смородина. Так что минус Юля. Следующий идет ментол, тропик. Лайм, лимон, апельсин, ментол. Апельсин, ментол, лимон, лайм. Лайм, лимон, апельсин, кулер. Ну, тут ничья. Ихоний кулер это холлс, мед, лимон, холодок. Мед, лимон, холодок. Лимон, холодок, мед. Я думаю мы обе победили и можем не выполнять никаких зашкварных наказаний. Отлично. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну что, как будем выполнять наказание? И кто будет его выполнять? Ну так как у нас как бы поровну, то в этот раз я, да, беру на себя. Очень неплохой выряд. Ладно, я выполню ваше наказание. Давайте. Мне подходит. Объявляет. Наказание в студию. Ну что ж, я решила не бросать Машу в одиночке, потому что все-таки посчитали нас одинаково. Поэтому вместе с Машей мы будем выполнять это наказание вдвоем. Будем тонуть на этом корабле вместе. Вот я уже немного переоделась. И к негодованию многих наших подписчиков Машины прелести придется чуть-чуть прикрыть. Вот, кодовое название этого наказания. Словить бледного. Я думаю, по ходу дела ты сама все поймешь. Но не забывай, что я согласилась тонуть вместе с тобой. Бледного со мной, да, Ларить? Звучит-то заманчиво. Так, коварное наказание доктора Бананы. Давай, Маша, закрой глаза. Не открывай. Пироги печь? Из твоего лича. Какое глупое наказание. Сейчас тогда я волосы спрячу. Держи, Маша. Спасибо. Смотри, нос, глаза, рот. Таких бледных я еще не ловила. По крайней мере, в этом году. Это, может, в детском саду у меня были такие приколюхи. Там, типа, конфетку надо достать из муки. Юля, из тебя получился хороший тамада. И конкурсы интересные. Тебе это ничего не напоминает? По-моему, моя задачка была чуть-чуть-чуть веселее. Ну что, счет три? В челочку ныряем. Ныряем с головой оббуртаться, оббарахтаться надо в этом. Чуть-чуть. Давай, раз, два, три. Все? Достаточно бледно. Тебе нравится? Ну что? Можем подводить итоги? Что, давай пытаться подвести итоги? Ну, давай. На первом месте у тебя что? Очень сложно, на самом деле, сказать. Но, наверное, яблоко на первом месте. Потом все-таки смородина, мед и цитрус. Вот так. Ты очень хорошо поставила, потому что у меня все, наверное, практически в той же самой последовательности. Наоборот. На первое место я ставлю лимон-апельсин. На второе как раз мне понравился холс. На третьем месте смородина с клубникой. И яблоко. Я как-то его почувствовала не сразу. Ставлю его на последнее место, но от этого оно не хуже. По-моему, все жидкости приятные. И если так оторваться от личных предпочтений, то все достойные. Все заслуживают внимание. Ну, как в прошлый раз, кстати. Да. Очень удобно. Мне в целом понравилась линейка. То есть, ну, вся. Но апельсин я просто не могу парить, потому что, ну, аллергия там. Ну, и не люблю плюс. То есть, в целом у меня не было такого, что какой-то вкус такой прям фе-фе-фе-фе. Вот мед, он необычный. Но мне он понравился. Вот смородина. Смородина обычно, как и манго, отдает чем-то противным, скажем так. Я думаю, многие поймут. Можно и так сказать, да. Но в этот раз неплохая смородина. То есть, она весьма натуральная. Она как смородиновый джем, наверное, больше. Или смородиновый леденец. И клубника, ну, вот я ее чувствовала только на выдохе. И то очень слабо. То, что она в описании есть, это удивительно. Я думала, это у меня там что-то запачкалось на вате. И как-то она попала туда. Так что клубнику я тоже почувствовала. Как тебе оформление? Оформление мне очень нравится. Мне очень нравится. Мне это прям вот с первого взгляда очень понравилось. То, что вот эти фруктики, всякие штуки, которые здесь, они чуть-чуть такие объемные. Они объемные. И мне нравится еще сочетание матового и глянцевого. В принципе, тоже симпатично. Выглядит очень хорошо. А за цену 390 рублей? Сколько? 390? Сколько? 390 рублей? За 120? За 120? Еще причем в оригинальных Чаби Гориллах, а не в каких-то просто пузырьках под Чаби Гориллу. Я считаю, что это просто нужно брать и уносить. Это отличный вариант даже на повседнев, даже зимой, потому что кулер здесь все-таки не такой, как в Малайзии. Ну, некоторые жидкости. Горло он не пробивает. Ну, кстати, в одной жидкости был сильный кулер. Но я не могу вспомнить в какой. По-моему, в самородине как раз самый сильный кулер. Поэтому она не зимняя. Все остальные варианты, например, тот же Холз, это просто находка на повседнев и на каждый день. На повседнев и на каждый день, в общем. Очень большая разница и тонкая грань. Да, потому что мед согревает в холодную погоду, мята охлаждает в жаркую погоду, так что и зимой, и летом будет весьма актуально, по-моему. Ну что ж, теперь осталось только узнать, как же выиграть эту линейку. Во-первых, две линейки данной жидкости мы разыграем на нашем YouTube-канале. Для этого надо быть подписанным на канал, поставить лайк под этим видео и оставить в комментариях ссылку со своим ID ВКонтакте. Также еще две линейки данной жидкости мы разыграем в нашей группе ВКонтакте. И для этого нужно всего лишь сделать репост. И, конечно же, быть подписанным на наше официальное сообщество Папироская РФ ВКонтакте. Ну что ж, наш обзор подходит к концу. Надеюсь, что на этот раз вы не поленитесь и предложите свои варианты наказания, потому что, как видите, мы уже пускаемся во все тяжкие. И с каждым разом наказание становится все изощрение и изощрение. Я бы сказала, глупее и глупее и трэшовее. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ссылку на эти жидкости мы оставим в описании, там же, где и скидочный купон. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok